МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болгарская пророчица Ванга говорила, в 2010 году начнется Третья мировая война, которая продлится 4 года. Нефть и газ потеряют актуальность к 2028 году. Вся планета перейдет на новый источник энергии. А затем человечество устремится в космос. В 2125 году в Венгрии примут сигнал от инопланетян. А сама встреча произойдет спустя полвека. Внеземные цивилизации передадут технологии, с помощью которых можно будет строить дома под водой или прямо в атмосфере. К 2183 году земная колония на Марсе потребует независимости. Еще через 100 лет ученые изобретут машину времени. В 2341 году над Землей нависнет смертельная угроза из космоса. Жизнь на нашей планете погибнет к 3797 году. И человечество разлетится по Вселенной в поисках нового дома. Так какой же на самом деле будет наша Вселенная после 2012 года? И почему именно этот период считают переломным? В начале 1924 года агенты ЧК получают секретный указ об изъятии из публичных и частных библиотек книги русского астролога Владимира Запрягаева «Язык звезд». По степени опасности для советской власти этот труд приравнен к белогвардейской контрреволюционной литературе. Все экземпляры подлежат немедленному уничтожению. Читать их запрещено даже самим чекистам. Весь этот ажиотаж вызван предсказаниями, которые сделал русский островок. Еще в 1902 году автору книги с точностью до года удалось предсказать русскую революцию. Это приведет к крупным переменам, крупным революциям и катастрофам, которые произойдут в судьбе России в 1917 и 1918 годах. А потом он выпустил сборник предсказаний о том, что будет с Россией и миром в ближайшие 150 лет. К счастью для потомков чекисты все же сохранили несколько экземпляров пророческой книги под названием «Язык звезд». Со временем текст рассекретили, потому что спустя полвека предсказания астрологов уже никто не воспринимал всерьез. И совершенно напрасно. Дело в том, что еще в 70-х годах, когда начинал изучать астрологию, в спецхране Ленинской библиотеки я брал литературу, и я тогда удивился точностью одного предсказания, которое было сделано русским астрологом Запрягаевым. Он, описывая цикл Урана, и говоря о том, что Уран влияет на судьбу России, говорил, что в 1912 году Уран войдет в зодиакальный знак Водолея, в котором находится Россия. Согласно астрологической доктрине, когда Уран оказывается в своем звездном доме Водолеек, его влияние на нашу жизнь возрастает многократно. Уран – планета мощных революционных изменений. По расчетам Запрягаева, в начале 20 века влияние этой планеты должно было воплотиться в масштабных социальных потрясениях. Астролог называл конкретные даты – 1917 и 1918 годы. По его мнению, революция в России должна была сыграть роль спускового крючка для политических изменений по всему миру. Затем с 1927 года Уран вошел в знак Овен, и вот тогда начали развиваться тоталитарные режимы, как в России, так и в Германии, так и в Испании, в Италии и так далее. Владимир Запрягаев также предсказал, что во второй половине 20 века космическое путешествие Урана поможет создать новые технологии, которые будут сопутствовать построению тоталитарных систем нового типа. Тот же самый Уран у нас, переходя из знака в знак, меняет эту систему восприятия. Так вот, сейчас тоталитаризм в том виде, о котором мы говорили в 20 веке, он попросту не нужен, он не имеет смысла. Управление это, оно осуществляется, и, наверное, еще более жесткое, и еще более эффективное, чем было там, но оно другое. Современные футурологи говорят об опасности, которую несет в себе развитие цифровой техники, и в первую очередь компьютерных средств контроля и наблюдения за населением. В последнее время все чаще появляются пугающие прогнозы, что власть над миром захватит группировка транснациональных компаний, которые превратят большинство населения земного шара в послушных рабов. Опасность вот этого нового электронного концлагеря, она в прогрессирующей степени возрастает. Дело в том, что еще не совершено вот такое крупное, какое-нибудь глобальное событие, типа мега-теракты. Это, возможно, будут одновременно взорваны все столицы мира в один день. И мы утром проснемся от ужаса, что везде полыхают пожарища. Мы включим телевизор и увидим, что горит Нью-Йорк, Вашингтон, горит Киев, Москва. Возможно, для этих мега-терактов будет применяться новый вид оружия, которое уже сейчас разрабатывается не только в государственных лабораториях, но и в научных центрах транснациональных корпораций. По мнению экспертов, некоторые секретные военные разработки маскируются под мирные научные исследования. Например, система изучения ионосферы, так называемый комплекс ХАРП, как считают многие специалисты, является объектом двойного назначения. И хотя сейчас нас уверяют из-за рубежа, что система ХАРП, она никакой опасности для человечества не представляет, это как раз является экспериментальной установкой по испытанию тектонического и климатического оружия. По наиболее осторожным оценкам военных экспертов, первые масштабные испытания климатического оружия могут произойти не раньше 2040 года. Однако некоторые специалисты утверждают, что рукотворный апокалипсис гораздо ближе. Его ждут в конце 2012-го. С чем связаны вот эти вот все мифы, шум, крик, гамм вокруг даты 2012-го, вокруг 2012-го года? Просочили сведения, они мне попадались о том, что именно на декабрь 2012-го года США готовят испытать эту установку, причем запустить ее на полную мощность. Новая секретная система управления климатом намного мощнее, чем ХАРП. По мнению некоторых аналитиков, она хорошо укрыта в джунглях одной из стран Южной Америки. Вызванная этой установкой разрушительная энергия нанесет сокрушительный удар по другому концу земного шара. И в это время не исключено, нам следует ожидать в какой-то точке земного шара, скорее всего, что будет это Китай, каких-нибудь серьезных климатических и геологических аноманий. Речь идет либо о землетрясении, либо об ураганах, тайфунах и так далее. Однако, какими бы ни были грядущие рукотворные катаклизмы, те, кто пытается их устроить, будут преследовать единственную цель – деморализовать человечество, повергнуть его в ужас и панику. После этого всемирного ужаса, естественно, нужно будет наводить совершенно новый порядок. Навести его, возможно, только одним способом. Надо всех пересчитать, все население присвоить каждому индивидуальный номер и заштрихкодировать, как пакет молока в супермаркете, на котором вся информация уже нанесена на штрих-код. То же самое должно быть и на человеке. В библейском апокалипсисе – откровении Иоанна Богослова, где подробно описывается грядущий конец света, есть строки о том, что сделает один из прислужников дьявола, который восстанет против светлых сил. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Современные исследователи Иоанна Богослова уверены, что в этом пророчестве идет речь о специальных метках-татуировках, наносимых на руку человека при помощи лазера, или о вживляемых под кожу компьютерных микрочипах. Богословы и теологи считают, что никто не может знать точную дату наступления апокалипсиса. Однако астрологи и футурологи уверены, что можно с точностью до десятилетия, или даже до года предсказать конец света. Благодаря популярному нынче календарю индейцев майя, наиболее вероятной датой конца света называется конец 2012 года. Однако серьезные специалисты имеют другое мнение. Ничего катастрофического они не предсказывали. Вообще, для майя катастрофизм в смене вот этих самых периодов временных не свойственен. Вот очень часто, если набрать опять-таки там календарь майя, то вот вам скажут, что это закончится там пятое солнце, и начнется очередная эпоха шестого солнца. Вот это опять та же самая ситуация, что есть так называемым календарем майя, потому что это эклектичный микс из астекской мифологии календарной и майяской мифологии календарной. Вот на самом деле никаких солнц у майя не было. Солнца – это вот такие большие календарные эпохи у астеков. Как они соединились с майя, ну, опять-таки, так же примерно, как и все остальное. Майя, астеки, какая разница, все они там в Мексике живут. Большинство специалистов в области прогнозирования уверены, что человечество относительно благополучно переживет и 2012, и 2013 год. Вы себе живете и ждете 21 декабря. Ждите на здоровье. Ничего не будет, товарищи дорогие, дамы и господа. Ничего не будет того, к чему вы так тщательно и долго готовитесь. Вы можете строить огромные бункеры и прочие вещи. Никакого прикладного смысла это не имеет. Но вот дальше, скорее всего, человечеству придется нелегко. Анализируя карты на 2014, на 2015 год, я вижу там, что влияние Урана и Плутона, и Нептуна крайне негативное. То есть я бы сказал, что именно в это время будут аналогичные события, даже более жесткие, чем в 2010 году. То есть я ожидаю здесь крупных военных конфликтов между странами. Но кто может развязать эту страшную войну? На этот вопрос ответ можно найти в пророчествах, которые были написаны в далекой Индии. Согласно преданию, один из индийских мудрецов Ширила Вьясу Дева, который жил 5000 лет назад, составил список предсказаний, которые сбываются с удивительной точностью. Бавиш Абхран, который тоже принадлежит Перу в Ясадеве, того же самого, там перечисляются, описываются, причем я такой подробности ни в одном другом источнике не встречал. Описываются такие личности, как приход Иисуса Христа, пророка Мухаммеда, Аутама Будды. Также там перечислены, может тоже многих удивить, но там и Карл Маркс упоминается, и, по-моему, Дарвин, и Фрейд. Индийский пророк также описывает и глобальный апокалипсис, который ждет нашу вселенную. Конец этого мира происходит в конце дня Брамы. Брама – это, так сказать, его можно так условно назвать Бог-творец, Создатель, тот, кто творит этот мир. Он живет 100 лет, небесных лет, то есть это несоизмеримо с нашими летовисчислениями. И в конце его жизни, в конце его 100 лет происходит полное уничтожение Вселенной. Согласно индуистской концепции, до окончания века Брамы еще далеко – миллиарды лет. А значит, нам, живущим в начале 21 века, на первый взгляд нечего бояться. Однако ведические тексты предусматривают и второй вариант развития событий. Это частичное уничтожение Вселенной, которое вот тоже знаменуется потопами, известными в других писаниях, в общем-то, в священных писаниях, как мы говорим, да, будь то Библия, Коран, там, и так далее, Тору. И это происходит в конце каждого дня Брамы. В конце дня, перед тем, как заснуть, он спит, так как ему наступает частичное разрушение Вселенной. Частичное разрушение Вселенной вероятнее всего в так называемую эпоху Кали-юги. По мнению некоторых специалистов, именно в это время началась духовная деградация человечества, которая в первую очередь коснулась жреческого сословия. С наступлением эпохи Кали-юги, которая началась, примерно, там, пять с небольшим тысяч лет назад, квалификация брахманов упала. Эпоха Кали-юги грозит миру огромными бедствиями. Она началась с появлением на земле династии индийских царей Кауравов, которые начали, наверное, самую кровавую битву на земле. Даже вот военная академия у нас, вот здесь, в Москве, ну, это знают, эту битву при Курухшетре, то есть они изучают ее, там, какие-то аспекты. Вот, то есть это доказанная вещь, сейчас там идут раскопки, и вы можете увидеть, это просто поехать можно увидеть, там, недалеко, кстати, от Дели. Вот, и там находят этих воинов, которые пять метров. Современные исследователи выдвигают смелые версии, что древнеиндийская цивилизация того времени в техническом плане намного превосходила современное. И с обеих сторон в бою принимали участие не только люди, но также гигантские биороботы. Применялось атомное и лазерное оружие. 18 дней битва была, 18 дней, всего лишь, 640 миллионов человек погибло. Ну, что это такое, кто может это представить? Вы ни за какую мировую войну вместе взятые, которую вы сейчас помните, вы не сложите столько, понимаете? Вот, ну, это официальные данные. Последствия этой битвы оказались катастрофичными для древнеиндийской цивилизации. Человечество было отброшено на тысячелетия назад. Сторонники мистической, ведической доктрины уверены, что каждая эпоха имеет своего смотрителя, который воплощен в виде обычного человека, однако обладает сверхчеловеческими способностями. Считается, что задача современного смотрителя эпохи Кали-Юги привести мир к глобальной катастрофе. Он только этим и занимается. Он не только конфликты развязывает, он занимается деградацией профессионально. Как считают приверженцы этой теории, смотритель эпохи Кали-Юги воплощен в тело одного из американских олигархов-банкиров, который живет в Нью-Йорке. Поэтому, по мнению мистиков, Третью мировую войну развяжет США. Да, Третья мировая, начало Третьей мировой войны. Но Россия не будет участвовать в этой войне. Кстати, есть несколько предостережений, предостережений о том, чтобы Россия ни в коем случае не впуталась в очередные войны. Если она вмешается в любой из конфликтов, то судьбы и сливы в будущем. То есть сливы в будущем в нашей стране не будет. О предстоящей Третьей мировой войне говорит также одно из самых известных и одновременно загадочных предсказаний 20 века. Так называемое Фатимское пророчество. 13 мая 1917 года в окрестностях португальского города Фатима была ясная безветренная погода. Трое детей играли на склоне холма. Вдруг небо пронзили ослепительные зигзаги молнии. Через миг белые линии сошлись в яркое свечение. И над холмом возник образ Девы Марии. Богоматерь послала пророческие видения старшей девочки, 10-летней Люсии Душсантуш. Потом она стала монахиней и хранительницей так называемых Трех Таин Фатимы. В 1917 году несколько португальских детей из самого низкого слоя общества, крестьяне, тем более португалья никогда не была, скажем так, европейским культурным центром. А тут еще и крестьянские дети, то есть такие, знаете, чистые доски, они сообщили о том, что им явилось ни много ни мало, как Богородица. Богородица являлась шесть раз. Первое пророчество, полученное Люсией, несло весть о Второй мировой войне. Второе касалось России. Богоматерь предупреждала, после 1917 года страна окунется в смуту и безверие. Богоматерь велела верующим молиться за Россию. Было предсказано, что в России начнутся гонения верующих, и власть захватят безбожники. Второе пророчество говорило о том, что скоро закончится Первая мировая война, но через несколько десятилетий начнется новое, более кровавое. Богородица также произнесла и третье пророчество, однако его Дева Мария велела держать в секрете от всех людей. Исключение можно было сделать только для одного человека, главы католической церкви. Римский папа встречался с вот этой девочкой, она ему все это рассказала, и опять же они беседовали без свидетелей, но после этого разговора римского папу видели в слезах, что что-то такое он услышал о будущем, что его, ну, человека, надо полагать, умеющего владеть собой, совершенно выбило из колеи. Обнародовать этот секрет решился только самый либеральный и демократичный из понтификов, Иоанн Павел II. Там, если совсем коротко, ну, там, в принципе, запись-то короткая, там описана картина разоренного, разрушенного, горящего Рима, и некие черные люди ведут последнего понтифика, последнего римского папу к месту его мученической гибели и лишают его там жизни. Однако текст этого пророчества вызвал у многих теологов и религиоведов удивление. О неизбежной гибели последнего римского понтифика говорили сотни христианских пророчеств. Неужели это стоило скрывать? Напрашивается один ответ. Под давлением общественности Ватикан опубликовал только часть пророчества. Остальное так и осталось скрытой. Некоторые следователи истории Фатимского предсказания уверены, что в подлинном тексте должны быть указаны точные даты грядущего апокалипсиса. И раз церковные иерархии решили скрыть подлинный текст, значит, просто пытались избежать паники. Согласно предсказаниям, будет три антихриста, вероятность, третий появится не очень скоро. Просто в Севилл-Аветриске имеется даже год, когда антихрист развяжут очередную войну. Это 20 ноября 2100 года, то есть довольно далеко еще. Видимо, Армагеддон, согласно Фатимскому пророчеству, может случиться уже через несколько лет. На 2017-2019 год что-то в мире должно произойти, что-то очень нехорошее, что-то очень катастрофическое. Мы должны обратить самое пристальное внимание на эту дату. О том, что время грядущих глобальных потрясений очень близко, говорит еще одно из пророчеств, которое родилось в лоне католической церкви. Это так называемое пророчество святого Малахии. Первый ирландский святой по одной из версий, по преданию, он изгнал из Ирландии всех змей. В Ирландии нет змей. Это известно. Единственная страна без этих отвратительных существ. И ему приписывается ни много ни мало как полный реестр список всех римских пап. От первого до последнего. И это пророчество, потому что там к каждому дана кличка где-то из двух слов. Это пророчество исследуется на протяжении нескольких веков. И уже многократно подтверждалась его истинность. Если мы возьмем Иоанна Павла I, вот того самого, который пробыл на престоле какой-то совершенно умопомрачительно короткий срок и умер, в общем-то, при невыстанных обстоятельствах. В переводе с латыни его прозвище звучит как неполная луна. Меньше одного лунного месяца. Иоанн Павел II Далабаре Солис. Это, скорее всего, следует переводить как от ущербного солнца. Иоанн Павел родился в момент солнечного затмения. Не часто рождаются люди в момент солнечного затмения. Вслед за Иоанном Павлом II идет понтифик Бенедикт XVI. В списке святого Малахии он получил обозначение Оливковая ветвь. Затем в тексте пророчества только одна запись, где упоминается последний римский папа. Его будут звать так же, как и первого понтифика, Петром Римляниным. При нем вечный город будет разрушен, улицы его и холмы будут затоплены морем. И, ну, как сказал по сходному поводу Султыков-Щедрин, история остановит течение свое. То есть, недвусмысленно. 2009 год, США. Маркетологи, которые занимаются изучением книжного рынка, отмечают странную аномалию. Вот уже несколько недель самой продаваемой книгой оказывается не детектив или другое развлекательное чтиво, а научный труд, который вышел из-под пера политолога и футуролога Джорджа Фридмана. Он откровенно в своей книге написал, что главная задача США создавать везде не стабильный порядок, а дестабилизировать ситуацию, чтобы не возник конкурент и чтобы единственным очагом стабильности в нестабильном мире оставались Соединенные Штаты. Нужно создать управляемый хаос на Ближнем Востоке и продвинуть его как можно дальше к границам России и Китая. В этом бестселлере Фридман описывает наиболее значимые события, которые произойдут в ближайшие столетия. В своей работе 100 ближайших лет очень аргументированно показал, что у Китая с конца 20-х годов, а может быть ранее, начнутся очень серьезные социальные проблемы. И в этом плане им понадобятся территории. А нужно сказать, что в военной доктрине Китая предусмотрена война с сухопутным противником. Книги с похожей тематикой издавались не раз. Однако только работу Фридмана ожидал столь ажиотажный спрос. Возможно, это объясняется тем, что Фридман не просто ученый, а также основатель и директор частной разведывательно-аналитической службы Стретфор. Именно эта служба составляет самые точные экономические и геополитические прогнозы для правительства США и стран Западной Европы. У него очень интересные технологические такие прозрения. Он предсказывает, что будущая война будет, конечно, и в космосе. Это строительство гигантских платформ по закачке солнечной энергии, которые, как по предсказанию Теслы, великого Теслы, должны беспроводным образом передаваться на Землю. И война будет, в принципе, именно за эти платформы. И уничтожение этих платформ может привести в будущем, видимо, к каким-то глобальным изменениям. Однако перед тем, как развернутся звездные баталии, в ближайшие 20 лет нас ждут удивительные изменения в сфере геополитики, которые полностью перекроят существующий мир. Он предсказывает рассвет России в ближайшее время, то, что Россия объединяет вокруг себя страны евразийского пространства, пошумит, ну, потом вздуется, и здесь будет черная дыра. И очень интересно он описывает, что будет там через несколько десятилетий рассвет таких стран, как Турция региональных, как Япония. Он предсказывает как раз упадок России и Китая, считая, что это бумажные тигры. В Европе он почему-то считает, что доминация будет за поляками, предсказывает развал НАТО. Еще более удивительное будущее американский футуролог предсказывает своей родине, США. Фридман не верит, что какая-либо евразийская держава сможет уничтожить доминацию Соединенных Штатов Америки в ближайшие 100 лет. Он считает, что такая держава, как ни странно, находится только под боком. Это Мексика, которая демографическим способом может привести к тому ситуацию в Соединенных Штатах Америки, что половина населения этой страны через лет 50 будет латиноамериканским. По мнению Джорджа Фридмана, через 100 лет рядом с США будет существовать новая супердержава. Государство под названием Соединенные Штаты Мексики. Первые признаки этого грядущего латиноамериканского возрождения видны уже в наши дни. Сейчас очень популярны идеи так называемой бронзовой расы, которая будет господствовать на территории Америки. И в приграничных городах они уже ставят какие-то свои памятники ацетекским богам своим. И вот вместо памятников американским просто этим колонистам, которые туда приходили, эти памятники валят, ставят потихоньку там кицелькаатлей своих. Некоторые культурологи и футурологи считают, что новое мексиканское государство будет агрессивным и развяжет захватнические войны. Первыми под ударом окажутся США и будут уничтожены. Однако, по мнению некоторых специалистов, гибель Северной Америки возможно не через сто лет, а уже в ближайшие десятилетия. Землетрясения, которые с западной побережья США могут уничтожить просто сильнейшие и Эдгар Кейси четко об этом говорил. А одновременно с этим в Японии может произойти тектоническая катастрофа, которая буквально добьет Японию. Японские острова начнут погружаться под воду. Очень сильно пострадают островные государства, многие просто полностью уйдут под воду. Бангладеш почти полностью уйдет под воду. В 1996 году в иностранных таблоидах было опубликовано пророчество о 44 президентах США. Первоначально это предсказание было анонимным, но потом его приписывали и Ванге, и Эдгару Кейси. Но сами исследователи этого текста утверждают, что не так важно знать, кто его автор. Важно понимать, что это пророчество уже сбывается. Неизвестный автор этого предсказания утверждает, что во время сна попал в странное здание, где его встретил таинственный человек. Некий гид, который дает ему пояснение. Он ему объясняет, что вы находитесь в музее такого государства Соединенные Штаты Америки, которое когда-то было на земле. И это музей политической истории государства, где каждому президенту посвящен соответствующий зал. Залов было ровно 44. В каждом зале находились вещи, которые символизировали наиболее значимые вехи правления того или иного президента. В зале Кеннеди, посвященном Кеннеди, там скафандр, модели космических кораблей, винтовка, снайперская. Последние три или четыре зала были как бы в полумраке, в каком-то тумане. Но он помнит, что в 43-м зале экспонаты, связанные с войной. С большой войной, с гибелью массы людей и так далее. 43-м президентом США был Джордж Буш. Именно во время его правления Америка начала войну с Ираком, что послужило спусковым крючком для новых кровопролитных конфликтов в Азии и странах Северной Африи. Когда Джордж Буш был президентом, Америка пережила самые страшные теракты в своей истории. Захваты самолетов и террористическую атаку на здание Международного торгового центра 11 сентября 2001 года. Что касается последнего 44-го зала, то провидец описывает его как темную комнату, затянутую смогом, через пелену которого чуть заметно пробиваются блики огня. Это какой-то глобальный катаклизм, который уничтожит США. Либо это будет резкая политическая революция. Поворот какой-то резкий в политике. Сохранится ли государство в его нынешнем виде? Может быть, просто будет измена системы правления, типа введено что-то типа олигархической или фашистской диктатуры? Согласно пессимистическому сценарию развития событий, человечеству не стоит бояться новых социальных и экономических потрясений. Ведь до того, как наша цивилизация дозреет до этих изменений, она может быть уничтожена природной катастрофой. Вот с осени 2012 года по весну 2013 в этот промежуток времени может возникнуть вот эта катастрофическая ситуация. Я убежден, что по самой осторожной оценке в результате вот этих сверхразрушительных землетрясений, глобального катаклизма и прочих там возрастаний вулканической деятельности, когда вулканы начнут извергаться и на Камчатке, и в Исландии, и везде. Вот от этих вот всех бед по самым скромным оценкам могут погибнуть сотни миллионов людей. А возможно, что гораздо больше. Астрологи и предсказатели основывают свои прогнозы на том, что сейчас наша Солнечная система, и в частности Земля, занимает редкое положение между двумя звездами Альдебаран и Антарес. Каждый раз, когда складывается подобная космическая комбинация, на Земле случаются катастрофы. Невидимая линия между Альдебараном и Антаресом называется осью катастрофы. Уран 11 марта 2011 года раз в 84 года совершает ингрессию, переход по нулевой точке Овна из в конце знака рыб последнего градуса зодиака в первый градус зодиака. И в это время происходит землетрясение в Японии. В этот же момент Юпитер дает аспект коси катастрофы. Точнейший аспект, точнее не бывает. То есть активирует эту ось катастрофы. В конце 2004 года случилась катастрофа, которая признана самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. 26 декабря сейсмографы, находящиеся в разных частях мира, буквально сошли с ума. Сначала землетрясение оценивается в 7, затем в 8 баллов по шкале Рихтера. Вскоре становится понятно, что мощность толчков превосходит рекордные 9 баллов. Сила землетрясения оценивается в десятки и даже сотни мегатонн. Это многократно превышает силу всех бомб и снарядов, которые были взорваны во время Второй мировой войны, включая атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. И весь этот гигантский заряд взорвался всего лишь в 160 километрах от одной из самых густонаселенных стран мира, Индонезии. Землетрясение вызвало цунами. Погибло 240 тысяч. Волна-то была полтора метра всего, но берег метр. И все смыл, а потом уходит обратно и все утаскивает. Мир был потрясен ужасными бедствиями, которые произошли в Индонезии, Таиланде и других странах, оказавшихся под ударом стихии. Очевидно, из-за этого информационного шока были незамечены сенсационные заявления астрономов. Через несколько часов после страшного удара по Индонезии ученые объявили, что в космосе обнаружен странный источник излучения. В это время в космосе взорвалась звезда. 27 декабря был зафиксирован спутником американским этот лучевой удар по Земле взрыва звезды магнитара. Несмотря на то, что официальное сообщение о фиксации вспышки звезды появилось только 27 декабря 2004 года, первый удар космического излучения пришелся по Земле буквально за несколько минут до землетрясения. Вот этот луч, некое поле, некая космическая энергия ударила вот по этим плитам, удар был очень точечный, фантастически точечный, и произошел этот катаклизм. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, чем же на самом деле является странный космический объект. Он на несколько секунд ослепил все измерительные приборы спутников, и возможно стал причиной катастрофического землетрясения. Скорее всего это была нейтронная звезда. Когда она превращается в нейтронную или тем более в черную дыру, она уменьшается даже не в миллиарды, а в огромное количество раз, невообразимое. Соответственно, в такой же скорости, в такое же количество раз увеличивается скорость ее вращения, и вот из полюсов ворваются такие джеты, лучи, лучи заряженных частиц, в данном случае гамма, гамма-излучение. Именно гамма-излучение атаковало Землю в декабре 2004 года, однако сами астрономы называют это излучение мягким. Что будет, если в космосе взорвется новая нейтронная звезда, и на этот раз излучение будет не мягким, а жестким? В этом случае разразится катастрофа галактического масштаба. Гамма-излучение свернул в галактике, раз четверть галактики зачистил от разумных существ, по крайней мере оставил там одноклеточных, многоклеточных и так далее. До большинства потенциальных звезд-убийц тысячи световых лет. Однако некоторые специалисты утверждают, что потенциально опасный объект находится в непосредственной близости от нашей Земли. Юпитер самая крупная планета Солнечной системы. Объем этого гиганта более чем в тысячу раз превосходит размер Земли. Однако по мнению ученых, Юпитер это не просто планета. Юпитер не дотянул где-то процентов 40 до массы звезды. Если бы при образовании Солнечной системы космический вихрь, из которого образовался Юпитер, получил чуть больше материи, то он бы превратился в новую звезду. Тогда бы в нашей системе было два светила. Большое Солнце и поменьше Юпитер. Однако в этом случае на Землю попадало бы слишком много радиации, что могло оказать разрушительное воздействие на органическую жизнь на нашей планете. Согласно одной из гипотез, Юпитер все же может превратиться в новую звезду, если в глубинах этого космического гиганта произойдет термоядерная реакция. Возможность взрыва Юпитер ближе, чем нам кажется, поскольку космический аппарат Галилео был затоплен в Юпитере еще в 90-е годы, а на борту его были плутоневые батареи, которые с небольшой вероятностью могли бы пережить затапливание в атмосфере, потому что они в прочном корпусе. Однако даже самый крепкий корпус не может выдержать чудовищного давления юпитерианских метров. И со временем реактор будет разрушен. На короткое время плутоний находится внутри прочного корпуса сжался, возникла бы критическая масса, произошел ядерный взрыв. Этот ядерный взрыв будет небольшим по мощности, однако он может вызвать цепную реакцию, и тогда вся планета превратится в гигантскую водородную гонку. Последствия этого космического взрыва будут катастрофичны для всех планет Солнечной системы. У нас планеты остаются агарки, то есть Земли сорвет, но Земля останется, но с нее сорвет верхний свой. Юпитер превращается в звезду-убийцу и уничтожает Землю. Такой сценарий развития событий теоретически возможен, но все же маловероятен. на прохождение Юпитера по слабому, плохому для себя знаку близнецов они вызывали проблемы и в мире вообще, и в России в частности. Кризисы, кризисы власти, кризисы проблемные, кризисы управления. Это может привести в мире к большим... Собственно, уже это начало приводить к большим проблемам, а серьезный пик этого придется на конец года 12-го и начало 13-го. Специалисты, изучающие влияние космических тел на Землю, считают, что желтый гигант уже не раз вызывал на Земле катастрофы и прежде всего пожары и наводнения. Две самых больших планеты, видимых Земле невооруженным глазом, это Юпитер и Сатурн, в античной астрологии, скажем, именно они являлись индикатором происходящего на Земле и происходящего в обществе. Юпитер связан с расширением, а Сатурн с сжатием. И по отдельности они не приносят ничего ни хорошего, ни плохого, но когда эти две силы начинают бороться между собой, вот тогда и происходят кризисы. Особенно сильно Юпитер влияет на Землю во время так называемых великих противостояний, когда наши планеты сближаются на минимальную дистанцию. Последнее великое противостояние в прошлом веке было в 1999 году. Летом и осенью почти вся территория России была охвачена лесными пожарами. Огненная стихия разбушевалась также и в Западной Европе. Особенно досталось Испании и Франции. В 2010 году великое противостояние повторилось. Пожары вспыхнули с новой силой. Москва и другие города задыхались от нестерпимой жары и смога, вызванных пожарами. Медленное извержение вулкана назвали пожары 2010 года в России, потому что эффект тот же самый, выброс огромного количества отравляющих веществ в атмосферу. Следующее великое противостояние Юпитера и Земли должно произойти в 2022 году. Это еще одна из предполагаемых дат конца света, ведь на этот раз великое противостояние совпадет с еще одним редким астрономическим явлением, так называемым парадом планет. Напротив Земли выстроится сразу несколько планет Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. К этой космической системе подключится также и самая дальняя планета от Солнца. Это Плутон, который транслирует через себя маленький, но огромный космический энергетарит и транслятор дальнего космоса энергии на самом деле. Астрономы считают, что масса Плутона слишком незначительна, и он слишком удален от Земли, чтобы оказывать важное влияние. Однако специалисты в области астрологии и косморитмологии собрали множество данных, которые подтверждают влияние Плутона на Землю. Косморитмология, космология знала и говорила, все в мире со всем связан. И не важно, какого размера там Плутон. Если он в иерархии соотнесен с этими разворотами планет, с вулканическими процессами, магматическими потоками, он будет активировать эти выбросы. Особую опасность представляет активизация так называемых мегавулканов, взрыв которых может привести к глобальной катастрофе. Ну, мне кажется, что если уж смотреть на опасности, которые исходят из Земли, то самая такая реальная это супервулканы. Потому что Йеллоустоун, в общем-то, самый известный, самый большой, самый крупный супервулкан, да, Йеллоустоунский, который виден только и из космоса. Недавно власти США были вынуждены косвенно признать существование проблемы Йеллоустоунского вулкана. В этом году был ограничен доступ туристов к долине гейзеров. Ведь температура извергаемой воды значительно повысилась, и туристы рисковали заживо свариться в крутом кипятке. За последние десятилетия пущево в нем в Йеллоустоунском парке поднялась практически на метр, 90 сантиметров. Там забили новые гейзеры. Повышение температуры воды это грозный симптом того, что Йеллоустоунский вулкан просыпается. И возможно пробудил вулкан именно Плутон. Согласно доктрине одной из астрологических школ, особое положение Юпитера и Плутона, так называемая квадратура, которая сложилась в 2003 году, активизировала вулканическую активность на нашей планете. Плутон это вулканы. Вот в сентябре он разворачивался, в Индонезии четыре вулкана, Папакетапетель в Мексике проснулся, Шевелуч выбрасывал 8-10 километров столбы. Однако, по мнению специалистов, большую опасность представляют не индонезийские или американские вулканы, а тот мегавулкан, который находится в непосредственной близости от границ России. Сокуражима вулкан в Японии, который все боятся Йеллоустоуна, да, на самом деле. Я говорю, обратите внимание на Сокуражиму. Вообще-то там Айя-Кальдера, огромный вулкан, чуть-чуть покруче Йеллоустоуна, потому что он работает. Сокуражима извергается 200-300 раз в году. Просто идут постоянные извержения в центре супервулкана. Супервулкан Сокуражима находится на японском острове Кюшо. Впервые этот вулкан проснулся 22 тысячи лет назад. Тогда гигантский взрыв поднял в небо сотни кубических километров пепла и пемзы. На протяжении веков этот вулкан молчал, но после 1955 года начались регулярные извержения лавы. Основание вулкана уходит вглубь океана, и это, по мнению некоторых специалистов, может вызвать цепную реакцию, которая приведет к взрыву дремавших до этого сотен подводных вулканов. Последующая встряска может привести к новым катастрофическим последствиям. Возвобождается огромное количество метана, при этом, который имеет очень малую плод, меньше плод воды. Когда пузырь метановый подходит к поверхности океана, то, если там наверху есть суд, надо провалиться и утром исчезнуть. Когда наружу выходят скопившиеся на дне океана или моря горючие газы, это приводит к более страшным последствиям, чем исчезновение кораблей. Ночь на 12 сентября 1927 года. Крымская Ялта содрогается от подземных ударов. Город объят паникой. Кто допустил слух, что началась война, и противник применил новое супероружие. Изумленные ялтинцы видят, как с моря надвигаются огненные торнадо. Очевидцы говорят, что горело море. Горело не море, конечно, а горел при землетрясении выброшенный метан. Именно так, кстати, погибли, видимо, Содом и Гоморра, где вот в этом мифе точно описан тот самый процесс. Когда горит, значит, метан, он быстро распламеняется, образуется сероводород, и вот тут ушли, запах серы. Массовый выброс метана из океана может привести к огненным смерчам, которые сметут все на своем пути. Природные катастрофы уносят тысячи жизней, однако, по мнению футурологов, куда опаснее некоторые научные эксперименты. Уже в ближайшее время человечество столкнется с нехваткой не только нефти и газа, но также и радиоактивного топлива. Это значит, что неизбежно начнутся поиски нового топлива. Согласно одной из гипотез, неисчерпаемым источником энергии может оказаться то, что мы считаем пустым пространством, то есть вакуум. Теория Атюковского утверждающая о том, что вакуум это среда не просто состоящая из ничего, то есть это не то, что ничего вообще, ноль. Это среда, которая буквально кишит энергией, это и есть та самая темная материя, это и есть те самые виртуальные частицы, которые могут возникать и исчезать буквально везде и всюду, и именно эта теория и объясняет. Вакуум обладает колоссальной энергией. По самым скромным подсчетам, один кубический сантиметр идеального вакуума содержит энергию тысяч атомных бомб. Однако приручить эту энергию будет намного сложнее, чем подчинить себе силу атома. То есть считается, что наш вакуум очень энергонасыщен, и он находится не в стабильном состоянии. Вот как, например, доминошена, поставленная на ребро. Она стоит, но находится в нестабильном состоянии. Вроде бы она в равновесии, но чуть-чуть ее толкни, она упадет. Возможно, даже первый опыт по раскрытию энергии так называемого идеального атома приведет к аномальному явлению, которое сами ученые называют вакуумный пузырь. Он будет разрастаться со скоростью света, как вот доминошен и падает тоже. Так же и здесь. То есть этот пузырь будет разрастаться, причем физические законы в нем будут совершенно другими. Ученые пока не могут сказать, что именно произойдет в границах этого вакуумного пузыря. Но ясно одно. Это будет самая страшная катастрофа в истории нашей планеты. Очень сомнительно, что там останется наша жизнь. Очень сомнительно. Потому что, скорее всего, вся наша материя просто перейдет в другое состояние. Большинство ученых считает, что если человечество и начнет попытки подобычи энергии из вакуума, то произойдет это не раньше, чем через несколько столетий. А значит, у человечества есть еще время найти более безопасные источники энергии и тем самым отсрочить глобальный апокалипсис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok